Друзья, мы продолжаем наш эфир. Очень рады представить вам следующего нашего гостя. Это Григорий Барановский. В прошлом директор Атлантем Британия, это Land Rover Jaguar. Коммерческий директор холдинга Атлантем и ныне директор Шкода Беларусь. Григорий, рады вас видеть, тебя видеть. Всем добрый день, да, спасибо за приглашение. Приятно побыть у вас. Да, приятно, что согласился. Я начну сразу с цифр, начну с твердого. Перед нашей встречей мы с Евгением смотрели статистику продаж автомобилей, которые публикует Белорусская автомобильная ассоциация. И у Шкоды, у бренда Шкоды хороший рост был за последние годы. Вот цифры такие, 17-й год, 1952 автомобиля новых продано, 2018-й, 3243, очень серьезный рост, да, и 2019-й, 3826, тоже рост. Эта цифра соответствует реальности. Да, в 2020-м только не повезло. Вот что будет в 2020-м? Вот прям прошелся по нам, прошлись по нам все последствия COVID-19, да, потому что были приостановлены многие заводы, к сожалению, да, и вот Шкода попала в самую турбулентность этого периода, поэтому на какое-то время мы остались полностью без складов. Нам пришлось, ну, наверное, два месяца работать с неполными складами, месяц мы вообще практически были с нулевыми складами, то есть, с этой точки зрения, вот мы только возобновляем свою деятельность. Ну, так вышло уж. Но если вот сравнивать как раз-таки складские запасы, ну, Шкоды и других дилеров, есть информация, что все-таки 300 автомобилей каким-то образом легло на склад. И вроде бы было что продавать в этот период, то есть, совсем уже там пусто или как? Ну, здесь надо понимать, что мы продаем различные модели, да, и наш склад, в общем, должен быть гармоничным. Мы не можем продавать одну модель, мы все-таки делим потребительский спрос на несколько сегментов. Так получилось, что в самых популярных сегментах у нас как раз-таки не было автомобилей. Самый популярный? Самый популярный это Rapid. Rapid, да. И Kodiaq? Kodiaq, да. Ну, Kodiaq, с Kodiaqом как раз-таки все было хорошо, да. Но в количестве Rapid делает же основной объем продаж. Да, да. Количество Rapid делает основной объем продаж. Ну, и там несколько факторов было. Сгорел завод по производству фар, это такой форс-мажор в Индии. Затем была приостановка заводов, соответственно, комплектующие, там, и вся вот эта история, конечно, немножко повлияла. Но я рад, что мы уже вышли на полную мощность и уже, в общем, показываем свой потенциал. Ну, прогнозы вот на 20-й год, чтобы закрыть этот вопрос, можем ли сегодня озвучить? Сколько ожидаете и каким результатом будете довольны по итогам этого года? Ну, мы, в общем-то, оптимисты. Я ожидаю, что автомобильный рынок будет на уровне 50 тысяч в этом году. И мы ожидаем рыночную долю на уровне 7%. То есть, порядка 3,5 тысяч продаж вы поддержите? Да, это выше, чем в прошлом году. То есть, мы развиваемся, у нас появилась новая модель Skoda Karoq, хорошо воспринятая. Ну, и в целом, в общем, было большое обновление модельного ряда, практически все модели обновились, да. Плюс есть такой эффект у Skoda, знаете, какой… Мы очень хорошо попадаем в ожидания потребителей вот в этой кризисной ситуации, потому что это какая-то такая золотая середина, да. Это не слишком роскошно, это не слишком, ну, просто и дешево, да. Это вот какой-то такой, именно тот бренд, который попадает вот в эти ожидания. Мы, кстати, вот с Виталием обсуждали до эфира, ну, во-первых, было ощущение, что марка Skoda в Беларуси как-то была всегда… Как Евгений сказал, недолюблена. Недолюблена, да. А сегодня мы увидели, читая статистику, я поднял, все-таки мы работаем по услуге «Тайный покупатель», что уже 8 салонов, я на самом деле приятно удивился, с динамикой роста. Кто покупает Skoda? Вот какой портрет? Неважно, допустим, ну, Rapid или Kodiaq, вообще у марки. Есть такой портрет? Да. Ну, вот интересная такая вещь. Мы на этой неделе как раз собирали весь ключевой состав и еще раз смотрели, кто является нашим покупателем, да. Я, конечно, вижу большую разность в людях, мне не хочется их делить на какие-то категории, но, конечно, в первую очередь на бренд обращают внимание люди рациональные и понимающие, чего они хотят за свои деньги. Это самая такая целевая клиентура, ядро наших клиентов, да. Люди, которые очень четко понимают, вот какой автомобиль им нужен, за какую сумму денег. Тогда мы попадаем именно в то, что нужно. Когда человек, ну, в тот, именно, в мишень, так скажем, да, нашими моделями. Когда человеку нужна там какая-то яркость, да, когда человеку нужна экспрессия, когда человеку нужна какая-то очень такая, знаете, расширенная индивидуальность, непохожесть на других, мы не попадаем в эту категорию, да. Хотя я уверен, что с этим тоже можно работать. И, ты знаешь, очень интересная такая вещь, но мы с ней работаем уже. По исследованиям в России, я думаю, что это наш очень хороший потенциал, Шкода это самый неженский автомобиль. Вот женщины в свое пользование, в собственное, когда женщина для себя покупает машину, Шкода покупает в наименьшую степень. А как парадокс объяснить, женщины же рациональные, они, в принципе, стараются такой смарт-выбор делать. Да, потому что Григорий приучил женщин покупать рейндж-жувер и ягуарку. Вот ты знаешь, вот, кстати, это вот очень хорошая такая тема, потому что, понимаешь, как получилось, я перешел из бренда абсолютно эмоционального, вообще целиком эмоционального, где все продается только на эмоциях, где вообще не нужно рационализировать. И дорогого бренда. И дорогого при этом, ну, как бы, большинство брендов, в общем-то, дорогих, они в большей степени эмоциональны, потому что можно найти то же самое за меньшие деньги, ну, вроде как, по функционалу, да. Бренд абсолютно рациональный, да. Но если говорить о женщинах, знаешь, у них такая есть интересная особенность, они рациональнее мужчин с точки зрения выбора, который они делают, вот, ну, там, я не знаю, отношения, я считаю, они строят рациональнее с людьми, личные отношения, там, и так далее. Но я думаю, что все-таки с точки зрения автомобиля они хотят такую более эмоциональную покупку. Я не думаю, что, да, женщина, знаешь, придет и купит рациональную сумку себе, да, но она все-таки ищет такую очень эмоциональную, яркую, чтобы она была единственная, да, чтобы она была не похожа на других. И здесь вот, наверное, вот есть такие какие-то корни того, почему меньше женщин идут вот на дыхание. Ну, а есть, кстати, вот, раз вы уже собирались и просмотрели, есть видение, что с этим делать? Как наших лучшую половину приучать? Конечно. Я думаю, что нужно показать женщину, что это очень эмоциональный автомобиль. То есть, даже если он достаточно сдержан на уровне внешнем, да, на уровне дизайна, он, тем не менее, очень эмоциональный на уровне вождения. Он может быть очень разным, знаешь, как любая другая машина, он может быть индивидуальным. Ну, Skoda такой хороший, вот, белорусский автомобиль, не выделяться, да, быть как все, быть разумным. То есть, он такой вот как-то попадает, наверное, в паттерны нашей локации, то есть, нашей страны. Да, я думаю, что у Skoda как раз-таки очень большой здесь потенциал. Он очень надежен, знаешь, для долгосрочной эксплуатации, очень надежен для больших пробегов. И за это его любят. Я помню, что там по исследованиям онлайнера это было первое место в клиентской удовлетворенности. То есть, когда человек начинает этим пользоваться, то он продолжает, и это наш большой козырь. Григорий, так а сейчас машины есть, вот автомобили вообще на складе уже появляются, и мы выходим из ситуации, когда склады пустые? К счастью, да, мы практически из нее уже вышли. То есть, вот, с последними поставками мы набираем и набираем склады. И вот по наблюдениям клиенты двинули, потому что очень много звонков мы получаем от автодилеров, от автосалонов, что свидетельствует о том, что времена не самые хорошие, цепляются за каждый лид, который когда-то к ним приходил. Все-таки сейчас уже покупательская модель изменилась, или еще пока все в осторожности наблюдают со своих дачных участков, когда пойдут все? Ну, то, что вижу я, у многих брендов трафик недостаточно, у нас он очень большой. И я, знаешь, когда мне звонят друзья и говорят, как дела, я говорю, у нас супер, у нас очень много работы. У нас дела, знаешь, можно было бы сказать, что дела супер, у нас мало работы, да, но я радуюсь, когда работа есть. Я вот все-таки по цифрам уточню, то есть, если в этом году ожидается не меньший уровень продаж, чем в прошлом, и первые полугодия были, ну, первые месяцы, по крайней мере, провальными, то я так понимаю, что второе полугодие будет давай-давай. Нам нужно добирать, да. То есть, оно будет горячим осенью там и декабрь, да? Да, да. При этом, знаешь, есть такая особенность, у нас падают юридические лица в большей степени, чем физические лица. То есть, если юридические лица упали там порядка, мы смотрели по сервису, на 30%, что много, да, то есть, их коснулось это, они перестали там перемещаться, командировки остановились и так далее, то по физическим лицам практически нет падения. То есть, ну, практически в показателях прошлого года, да. Но я думаю, что вот эта тенденция, она уже вот сейчас у нас начала нормализовываться, то есть, юридические лица начали перемещаться, да, и вообще город начал перемещаться, страна начала перемещаться, да, несмотря на то, что все-таки ситуация остается еще по-прежнему опасной, да, с точки зрения инфекции, но все уже, в общем-то, начали жить, которую, да, начали жить той жизнью, которой они жили до этого. А вот по ощущениям все-таки, может быть, на основании опыта или по прогнозам, эффект отложенного спроса будет? То есть, вот люди ждали, 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 никуда не поехали, может быть, Шкода станет конкурентом путевки и хотел поменять, но думал, поеду отдохну, а не поеду, пойду поменяю автомобиль. Как бы твой прогноз какой? Ну, наверняка эти тренды есть, да, потому что вместо передвижения на общественном транспорте лучше перемещаться на своем автомобиле, все это поняли, есть какой-то бум загородной недвижимости, и все белорусы начали выезжать по Беларуси, да, но объективно это есть, то есть, на выходные же нужно что-то делать, сидеть дома уже неинтересно, мы начинаем перемещаться, передвижение, опять-таки, физических лиц, я говорю, они не упали, у нас физические лица на автомобиле перемещаются столько же, да, и я думаю, что да, в этом году многие все-таки, отложат отпуск, будут как-то искать отдых в Беларуси, вот то, о чем говорил предыдущий спикер, да, я думаю, что с точки зрения перемещения по Беларуси у нас как раз-таки тренд, который играет в положительную сторону. А физлица, корпоративный сектор, как в портфеле делятся, в какой пропорции? Где-то 40 на 60. 40 это юридические лица, 60 на 60. Да, на сегодня так. Раз про пропорцию начали говорить, вот в структуре товарооборота, продажи автомобилей, сервис, сколько? Выручки. Я бы сказал, что где-то 50 на 50, это зависит от периодов, понятно, что сервис это такой стабилизирующий, да, направление, которое не падает в кризисные моменты, автомобили падают, но я думаю, что вот где-то так. И мы говорили вот про то, как работают дисконты, как работают скидки с гостем, спикером из Альфа Радон, вы тоже запустили такие достаточно глубокие акции, да, вплоть до того, что можно там купить автомобиль, получить каникулы до 2021 года и платить основную стоимость за автомобиль в следующем году, заплатив часть в этом году. Вот эти вот все истории сейчас работают, то есть они возбуждают покупателей, как вы видите эффект? Это вот интересная история, потому что то, что не работало на премиум бренде, да, то есть ты там можешь запускать огромные акции. То есть там скидки вообще не были акции, да, я думаю, работают, рассрочки не работают. Они как бы работают, но знаешь, нет такой волны, то есть здесь такой мгновенный эффект, если вот ты что-то запускаешь, бах, прирост, знаешь, ты что-то запускаешь, бах, прирост, то есть совсем другая история. У нас каждая акция работает, ну, я считаю, что по Беларуси любые акции автомобильного бренда работают. Вот вопрос, ну, объемы прироста немножко есть в том плане, насколько широким будет этот прирост, да. Я доволен пока тем спросом, который мы имеем. Я считаю, что для текущего периода это прекрасно. То есть cashflow удается управлять вот благодаря таким точечным, да, акциям, чтобы не было разрывов, чтобы стабильно был денежный поток. Да, удается управлять cashflow и удачно удается управлять складом, то есть мы не работаем с большим складским фактором, мы не держим какие-то излишние объемы машин, они очень быстро оборачиваются. Я считаю, что это здорово, это вообще большое преимущество данного предприятия, этого бренда, что нам удается работать на таком низком складком коэффициенте. А политика как раз таки по отношению к персоналу в момент, когда нечего было продавать, что-то менялось, кого-то в отпуска, что делали вообще? Это очень хороший вопрос, потому что понятно, что в такие кризисные моменты стабилизируют бизнес отношения с клиентами, да, чем лучше отношения с клиентами, тем они больше стабилизируют. Но я думаю, что все-таки ключевой персонал стабилизирует еще больше, да. То есть очень важно в эти моменты не поддаваться вот этой волне, срежем пол предприятия, сократим всем там все, что только можно, а в общем, ну, относиться к этому разумно, потому что любой кризис пройдет, а бизнес нужно будет делать, да. И скорость выхода из этого кризиса, она будет зависеть от того, насколько удалось сохранить ключевых людей. А сколько сотрудников сейчас в школе Беларусь работает? Порядка 300. 300 сотрудников, да? И хочется отметить, хочется отметить, что в этот период из всех фактически автодилеров, Шкода была единственным дилером, кто не отменил услугу тайный покупатель. И по сервису была пауза, но в продажах мы мониторили перманентно. И вот возвращаясь к этому, ну, почему такое решение? То есть, ну, насколько это важно для вас мониторить? И потом я прокомментирую цифры. Да. Ты знаешь, в кризис, ведь, как работает весь персонал и клиенты начинают очень опасаться друг друга, да, и объективно нужно предпринимать какие-то действия по сокращению требований. То есть, ну, понятно, все, в общем-то, с пониманием к этому относятся, что так, как было раньше, теперь, в общем, отличается, да. Но я придерживаюсь такой точки зрения, что мы должны видеть, что происходит. То есть, на уровне тех стандартов, которые у нас были, относительно снизившихся требований, мы все равно должны видеть, где мы находимся, да. Вот у нас был такой процесс, мы его сократили вот так, и мы на этом уровне находимся вот там-то. Потому что иначе можно слететь в такую зону, знаешь, когда, ну, ты не будешь понимать, что реально происходит с клиентами, да. Люди реагируют очень по-разному. У каждого глубина страха вот эта инфекция, она разная. Это очень индивидуальный фактор. Чаще люди боятся даже не за себя, а за близких, да, за детей, за родителей, с которыми они проживают. Нет возможности, соответственно, их как-то изолировать, да, и они начинают очень опасаться того, вот как вот эта активная работа с большим количеством людей скажется на их близких, да. И с этой точки зрения, конечно, очень, ну, мне кажется, очень важно держать руку на пульсе, потому что, ну, нельзя допустить какого-то падения вот на уровень плинтуса клиентских стандартов, да. Ну, я тогда поделюсь цифрами, да, вот я поднял специально там наши, это один из наших проектов. Считается, что 80% это, 80% выполнения стандартов, это очень высокий уровень. Сегодня у вас в продажах 84,3%, то есть в среднем это температура по больнице, как говорится, да. Вот тоже не могу спросить, это все-таки кропотливый труд, обучение, менеджмент и так далее, либо это талантливые люди, человеколюбивые, сервиснолюбивые, то есть вот где большая формула, ну, в вашем случае. Вот с моей точки зрения, то, что сейчас произошло, это команда, то есть это вот это командное взаимодействие, люди, да, вот этот дух, который, знаешь, не был, по которому не проехал танк, да, который все-таки был поддержан, сохранен, и эта команда вытянула все. То есть она вытягивает, несмотря на вот эти тяжелые обстоятельства, каждый по максимуму включается, каждый продолжает делать то, что он делал, подстраховывают, подставляют плечо, потому что в кризис без команды на индивидуальности, ну, не вытянешь. Меджмент заряжал их на это, почему? Потому что если вожак скажет, ребята, все пропало, команда скажет, пора бежать. Напускай, посмотри на Григория, разве на лице написано, все пропало. Нет, вот там уже и дальше это каскадируется все, то есть была же, наверное, пропаганда, что, ну, стоим, держим строй. Нет, а как сохранить боевой дух, когда вроде как читаешь новости, все плохо на рынке, да, все плохо. Апрель провальный. Знаешь, я в данном случае думаю, что это не совсем боевой дух, это ориентация на клиента, да, это понимание вот, вот того, в какой ситуации он находится, да, понимание того, что человеку надо продолжать пользоваться автомобилем, даже в этой сложной ситуации, и пониманием вот, ну, как скажем, всех тех ценностей, которые были заложены в команду на тот момент времени. То есть ты даешь как лидер только ориентир, что, ребят, мы вот держим это в фокусе, мы идем туда, да, все остальное делает команда. У нас от зрителей вопрос как раз в тему работы с клиентами, как отслеживается удовлетворенность своих клиентов после покупки автомобиля, сервиса, гарантийных обращений, как процесс отбыстроен? Этот процесс уже приобретает такой, ну, международный стандарт, да, то есть каждому клиенту после обслуживания присылается анкета, и в этой анкете он указывает степень своей удовлетворенности. Достаточно много вопросов, то есть зачастую можно понять, какими аспектами он доволен, какими аспектами недоволен, получить общее впечатление, да, и отреагировать, что самое важное. Вот наш, каждый наш клиент получает такую анкету, у нас на эти анкеты реагируют руководители, то есть это непосредственная обязанность руководителя отработать весь негатив, отработать всех клиентов, которые по какой-то причине не до конца остались довольны полученным сервисом, вот, ну, и таким образом мы получаем очень объективную обратную связь. Это, я так понимаю, индекс удовлетворенности CSI и индекс лояльности NPS, да, вы измеряете? Да, да, и плюс тайный покупатель, то есть все три показателя вам дают комплексный взгляд. Да, у нас есть еще результаты прослушки телефонов, да, ну, это, в общем, простая такая вещь, то есть по скрипту оценивается телефонная коммуникация, и, ну, я думаю, что мы за последний год все-таки спрогрессировали во всех этих финансов. Корреляция финансовая показательная прямая вот этих индексов, или бывают удивительные вещи? В долгосрочной перспективе прямая. Краткосрочные могут быть удивительные вещи. Не могу не спросить про планы. Активный рост, фактически областные города, появляются три салона «Шкоды» на сегодня в Минске. Поделись планами, что нас ждет со «Шкодой» в Беларуси? У «Шкоды» очень хороший потенциал, да. В наших планах до конца года полноценное функционирование вот этих трех точек продажи, которые у нас есть. В Минске? Да, в Минске. Качественное обслуживание покупателей, в первую очередь. То есть наша задача не просто отрабатывать трафик, но делать так, чтобы те клиенты, которые совершили покупку, чтобы они уходили довольными. На следующий год будем смотреть. То есть я думаю, что мы в такой фазе, знаешь, многие любят спрашивать о прогнозах, знаешь, как прогнозов на вторую половину года. И я все-таки думаю, что вот в том объеме информации, который у нас есть на сегодня, никто из нас не может прогнозировать, что это в втором половине года полноценно. Мы все понимаем, что будут последствия, глубину этих последствий, да, очень сложно оценить. Все прогнозировали, что уже в июле все упадет чуть ли не до нуля, да, но мы продолжаем существовать, мы практически выполняем планы, в общем, поставленные в начале года. Сейчас Гриф говорит, что сами в шоке. Ну, послушай, ну согласись, что для вот тех последствий, которые у нас были, выполнение плана вот в летние месяцы, я считаю, что это достижение, да. Это достижение команды, вот именно вот этого духа борьбы за клиента, борьбы за удовлетворенность, да, борьбы за итоговый результат, борьбы за какие-то большие ценности, которые мы перед собой поставили. Поскольку мы в дата-центре А1, в эпицентре высоких технологий, не могу не спросить. И вот вижу, что по Фейсбуку, вижу, что пользуетесь новыми каналами, работа с клиентами, выходит в онлайн, да, проводили онлайн презентации. Что в плане технологии работы с клиентами изменилось в этом году? Ну, я думаю, что вот большие закупки, большие покупки, они достаточно консервативные. То есть то, что видел я вот по опыту работы с Егор Ландровер, то, что вижу я по опыту работы со Шкодой, покупки онлайн пока единичные. То есть люди активнее заходят, проверяют информацию, смотрят за наличием, за комплектациями, да, смотрят за изменениями цен, за появившимся новым наличием, но покупать они приходят в салон, да. Поэтому наша программа пока отдавать возможность приобрести онлайн, но это как вот такой оплот, который происходит в случае, если человек очень привык к этому или он опасается там приходить в салон из-за вот этих вирусных вещей, да. Основная задача это все-таки увеличивать его проникновение, то есть эту глубину прохождения по этой онлайн-цепочке, да, глубину вот этой онлайн-консультации, потому что там он пройдет намного больше, нежели он сделает во время презентации салона. То есть он может получить настоящее впечатление, сравнить, почитать, переключить каналы, посмотреть что-то другое относительно этой же темы, посмотреть там онлайн-видео, посмотреть какие-то обзоры, да, опять вернуться, посмотреть наличие. То есть вот этих количеств итераций, оно все-таки достаточно большое. То есть с помощью онлайна он уже приходит такой более подготовленный к покупке и, соответственно, это сокращает время на процесс принятия решения стандарта. Это сокращает конверсию прихода в салон, потому что, если вот условно мы вспоминаем там 7 лет назад, это был 1 к 10, то теперь это 1 к 3, 1 к 4, ну порядка того. Да, покупательного количества пришедших. Да, то есть трое из пришедших покупают автомобиль. То есть они приходят подготовленные, они приходят с четким пониманием, что им нужно, уже достаточно четким. 2-3 альтернативы сравнения, они даже знают, что они конкретно хотят посмотреть, ну и дальше уже в общем. Но катаются до сих пор, да, я так понимаю, это один из таких элементов принятия решения, тест-драйв. Это вообще вот если идти по цепочке, собственно, посещение салона, самый высший эмоциональный пик. То есть это вот та точка, когда человек получает самый такой эмоциональный подъем, его готовность к покупке вырастает, конечно, после тест-драйв. Он почувствовал, он себя там, понимаешь, уже почувствовал, он с собой уже какую-то ассоциацию построил, уже такая, знаешь, срастается немножко с автомобиля, что ли. Ну и может последний вопрос. У нас кризисы случаются в экономике не цикличны, да, и вот работа в Атлатем Британии, работа с премиальным марками, сейчас работа с директором Шкоды. Все-таки кризис переживать где проще, в премиальном сегменте или в таком более, ну как ты говоришь, выбор за разумные деньги, да, в рациональном сегменте? Ну, ты знаешь, всегда классический премиум был немного более устойчив. То, что вижу я сейчас, разницы нет. То есть мы настолько же устойчивы в Шкоде, как были устойчивы в E-World Rover в период кризиса. Но я думаю, что, знаешь, к этому есть предподготовка. То есть если ты закрепил свою работу с покупателями, если ты создал нужный имидж, создал команду, то ты можешь, ну, имеешь вот этот люкс, как говорится, не реагировать на кризис так, как реагируют другие, да. Но в целом, наверное, чуть-чуть более устойчив к премиуму. Угу.